Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, мои милые друзья! Сегодня, впервые в 1981 году, радионяня встречается с вами. И поэтому нам хочется от души поздравить всех наших слушателей. И маленьких, и больших, учеников, и учителей, и бабушек, и дедушек. С Новым Годом! Во всех домах на всей планете Сегодня с самого утра Друг другу взрослые и дети Желают счастья и добра! Примите, друзья, наш привет новогодний По мрачу, а я не желает сегодня Отличных отметок по школьным предметам И чтоб без подсказок, конечно, при этом Примите, друзья, наш привет новогодний Вам радионяня желает сегодня Побольше друзей и товарищей новых Ох, чуть не забыли! Каникул веселых! А я решил в Новом Году начать новую жизнь Все по расписанию Никаких опозданий Всегда аккуратный Брюки наглажены Все пуговицы на месте Ботинки блестят Замечательно! Просто замечательно! Я вижу, один ботинок у вас действительно уже блестит От души желаю вам в Новом Году почистить и второе Спасибо! Послезавтра почищу! Позвольте, а почему же не завтра? Завтра у меня по расписанию отгладить вторую брючину А я, Николай Владимирович, в Новом Году всем покажу Что такое вежливость и уважение к старшим Прекрасно! Да я уже сегодня в автобусе одну бабушку на свое место усадил Я говорю, садитесь, бабушка, в ногах правды нет А она так застеснялась, что даже к выходу стала пробираться Пришлось ее почти силой посадить Такая скромная бабушка оказалась А уж как благодарила потом Я, говорит, сынок, тебя век не забуду Из-за тебя свою остановку проехала Ну что ж, как говорится, первый блин комом Но ваше желание стать вежливым, Лева, меня очень радует Николай Владимирович, а вы что решили сделать нового в этом году? Да Наверное, что-нибудь грандиозное задумали, да? Как вам сказать? Видите ли, честно говоря, есть у меня одна заветная мечта Какая? Да-да-да Я решил покорить одну горную вершину Здорово! А вам не страшно? Страшно? Конечно, страшно Я ведь, друзья мои, уже несколько раз подходил к ее подножью Но не решался А в этом году я решил, во что бы то ни стало победить свой страх Эта гора... Джамалунгма? Нет Кириманжара? Не совсем У этой горы пока еще нет названия Я назову ее Пик Радионяни Возьмите нас с собой, Николай Владимирович Возьмите, Николай Владимирович Где она находится, эта гора? В Азии, да? Нет, нет, у меня во дворе Представляете, друзья мои, мы заберемся на гору и... Взжик! Вниз! На санках! Да? Нет, еще лучше на фанере А что? А что такое? Вы думаете, только детям можно кататься на фанере? Нет Пусть в новом году взрослые почаще чувствуют себя детьми И пусть всем нам в любом деле помогает шутка и хорошее настроение В Новый Год скатился с горки, как снежок Ты лови его, лепи его, дружок Может стать он чем угодно, от сосульки до ручья Что мы слепим из него, ты и я Веселый, что надежь, веселый забот Веселый праздник всей планеты Новый Год Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Веселый праздник всей планеты Новый Год Хочен В Новый Год В Новый Год чего захочешь попроси Дед Мороз и разъезжают на такси Пуск подарит нам веселье новогодний паровод Пусть счастливым будет весь Новый Год Веселый праздник всей планеты Новый Год Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля Веселый праздник всей планеты Новый Год Новый Год перед тобою свеж и чист Как тетрадный без помарки белый лист Может стать он синий гляд и может песенкой друзья Что напишем мы на нем, ты и я Веселый праздник всей планеты Новый Год Ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля Веселый праздник всей планеты Новый Год Веселый праздник всей планеты Новый Год Веселый праздник всей планеты Новый Год Друзья мои, радионяня приглашает всех своих слушателей на праздничный новогодний балбаскарад. Вихри танцев проносятся маски, кружатся пары. Царевна лягушка с крокодилом Геной, чебурашка с бабой Егой. Черепаха-тортилла с карабасом-барабасом. Минуточку внимания. Объявляется конкурс на самый веселый, остроумный карнавальный костюм. Николай Владимирович, мы с Аликом считаем, что этот конкурс должны открыть вы сами. Да? Ну что ж, пожалуйста. Попробуйте угадать, в костюме какого героя я сейчас появлюсь. Крибля-крабля-бумс. Ой, смотри. Ой, что это? Николай Владимирович летает по студии. Да. Знаешь что, по-моему, это жук. Жук? Ну да. А почему у него тогда на спине пропеллер? Не знаю. Вертолет, это вот кто. Все, все, Николай Владимирович, мы вас разгадали. Вы вертолет. Да нет, нет, друзья мои. Придется мне намекнуть вам. Я прилетел из шведской сказки. А, тогда все ясно. Вы шведский вертолет. Да нет, никакой я не вертолет. Вот я Карлсон. Ах, Карлсон. Ой, смотрите. Это тоже участники нашего конкурса? Где, вот эти? Да. Да. Да, они придумали себе очень интересные костюмы. Заяц нарядился Дедом Морозом, а волк в костюме Снегурочки. Здорово. Здравствуйте, дорогие ребята. Дедуля, это я, твоя внучка Снегурочка. Ой, ой, задержите, задержите его. Попробуем. Здравствуй, Снегурочка. Здравствуйте. А вы кто? Мы в радионяня. А я нянь не ем. Мне заяц нужен. А здесь никакого зайца нет. Здесь вот только один Дед Мороз. Какой дед? С ушами и хвостиком? Он-то мне и нужен. Ну, дед, сейчас ты у меня запоешь. И запою, подумаешь, а ты мне еще подпевать станешь. У-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Расскажи, Снегурочка, где была? Расскажи-ка, милая, как дела? За тобой убегала Дед Мороз. Проняла немало я горьких слюй. А ну-ка, давай-ка, плясать выходи. Нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз. Погоди. Ждет моих подарочков ребятня. И тебе достанется от меня. И, наконец, сбываются все мечты. Лучше мой подарочек это ты. А ну-ка, давай-ка, плясать выходи. Нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз. Погоди. Да, каких только костюмов нет на новогодних елках в дни зимних каникул. Здесь встречаются герои из всех популярных сказок. Уважаемые мои помощники, думаю, для настоящего праздника одних маскарадных костюмов недостаточно. Ведь и ребята обычно готовятся к новогодним утренникам, разучивают стихи, песни, танцы. А вы и мы с Лёвой готовились, мы басню прочитаем. Мы, между прочим, её сами сочинили. Правда? Да. Так что же вы молчали? Читайте скорее, читайте. Давай, давай. Басня. В каникулы в лесу зимой медведь гостей позвал домой. За дружеским столом немного поболтать, попить чайку, попеть, потанцевать. Пришли осёл, козёл, мартышка. А где ж хозяин, косолапый мишка? Он только прорычал. Входите поскорей, идёт по телевизору хоккей. Гостей хоккей не занимал, но каждый гость прекрасно знал, культурным хочешь быть, терпи, сиди, за шайбу и следи. Скучают гости, спать хотят, уже осёл с козлом храпят, уже зевает вслух мартышка, а счастлив лишь хозяин мишка. В иных домах порой бывает, что о гостях хозяин забывает. Мораль, друзья, нужна едва ли. И вы в таких домах бывали и чувствовали в доме том, себя козлом, мартышкой и ослом. Молодцы, молодцы, совсем неплохо, честное слово. Спасибо. И главная тема важная и нужная, ведь гостей надо уметь принимать так, чтобы им хотелось прийти к вам ещё раз и пригласить вас к себе. В квартире нашей всё блестит, в посуды слышен звон, и стол торжественный накрыт на дюжину персон. Мы все гостей сегодня ждём, и даже Васька кот, забыв про миску с молоком, от радости поёт. Ведь без гостей, как без друзей, на свете очень трудно жить. И не беда, что после них посуду надо мыть. За нашим праздничным столом веселье, шум и снег. Как хорошо, когда кругом таланты есть у всех. Один нам барыню сплясал, другой нам песню спел. Стихи нам третий прочитал, четвёртый много ел. Ведь без гостей, как без друзей, на свете очень трудно жить. И не беда, что после них посуду надо мыть. С друзьями расставаться нам бывает нелегко. Но всё ж домой пора гостям, им ехать далеко. Им было весело у нас за праздничным столом. И значит, в следующий раз мы в гости к ним придём. Ведь без гостей, как без друзей, на свете очень трудно жить. И не беда, что после них посуду надо мыть. Начинаем весёлый урок. Вы не забыли, друзья мои, что у нас с вами сегодня урок живописи. Нет. Что вы должны были сделать к этому уроку? Нарисовать что-нибудь. Верно, верно, верно. Ну-ка, покажите вы, Лёва, сначала, что вы нарисовали. Вот, пожалуйста. Так, посмотрим, посмотрим. Чего ты смеёшься? Ну, чего смеёшься? Подождите, подождите. Что-то знакомое. Стало быть, новогодняя ёлка. А под ней какие-то богатыри? Да, три богатыря. А, это же Васнецов, богатыри. Ну, простите, почему же у вас Илья Мурмиц в очках, а? Да это не Илья Мурмиц. А кто же? Это вы, Николай Владимирович. Видите, вместо копья у вас микрофон. А, интересно. Интересно, интересно. Ну-ка, ну-ка, а рядом на конях это мои уважаемые помощники, Лёва и Алик. Точно. Только у Лёва вместо шлема ушанка и в руке портфель. А я в шлеме. Ну, что? Да, но шлем хоккейный. Любопытно. А у меня лошадь такая красивая. Спасибо большое. Только как я потом с неё слезу, а? И вообще, почему вы всех нас посадили на лошадей? Сейчас объясню. Понимаете, Николай Владимирович, мне очень хотелось нарисовать нас всех вместе. А стал рисовать, то ухо у Алика не помещается, то ухо нарисую, мне места не остаётся. Такое у него богатырское ухо, ничего тут не поделаешь. А тут смотрю у Васнецова на картине. Три богатыря, три лошади, поле, холмы, небо, и всё помещается. Правильно, правильно, потому что Васнецов прекрасно владел искусством композиции, то есть умел правильно размещать на своей картине всё то, что он хотел нарисовать. А у меня и так всё поместилось. Вот, пожалуйста, я назвал свою картину «День рождения бабушки». Да, 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 действительно, у вас тут и праздничный стол, и масса гостей, и кошка, даже кошка-то, да? А вот это, вероятно, бабушка, да? Нет, это я. Вы? Ах, извините, извините. Вот это бабушка, да? Нет, это дядя Федя. Ну, вот это уж точно бабушка. Да, бабушка, только не моя, это соседская бабушка. Позвольте, но где же, в конце концов, Ваша бабушка? А её здесь нет, она на кухне. Это оригинально. Мне всё-таки кажется, что главным в картине «День рождения бабушки» должна быть сама бабушка, а не дядя Федя. И уж тем более не кошка, которая у вас сидит на переднем плане. Так важно, как будто это у неё день рождения. Искусство композиции – это не только умение разместить все предметы на картине, но и выявить то главное, что художник хочет показать зрителю. Теперь дальше. Вы, конечно, знаете, что бывают художники-портретисты, пейзажисты, маринисты. Вот те, которые море рисуют. И богатыристы. Кто-кто? Богатыристы. Ну, это которые рисуют богатырей, как Лёва. Богатыристы. А ты-то сам каким художником хочешь стать? Я – портретистом. Мечтаю нарисовать портрет красивого, румяного яблока. Позвольте, по-моему, вы что-то путаете. Конечно, путает. Какой же этот портрет? Яблоко – это пейзаж. Минуточку, минуточку. Давайте разберемся. Портрет – это изображение какого-то человека. Ну, вы помните картину Серова «Девочка с персиками»? Помним. Особенно персики. Так вот, картина «Девочка с персиками» – это и есть портрет. А теперь представьте, что девочка куда-то вышла. Куда вышла? Ну, не знаю куда. Ну, предположим, за водой, ну, помыть персики. Итак, на картине остались одни персики. Запомните, пожалуйста, это натюрморт в переводе с французского – неживая природа. Ясно? Ясно. Теперь пусть наши персики висят на деревьях, а деревья растут в саду. Как будет называться эта картина? Пейзаж. О, молодец, молодец. Вы уже начинаете разбираться в живописи. Фантазируем дальше. В этом персиковом саду появились мальчишки. Они срывают персики с деревьев. Как называется такая картина? Картина называется «Сторож спит». Нет, друзья мои. Это так называемая жанровая картина. В ней изображена сценка из жизни. А я как-то попал в такую же жанровую картину. Там, правда, были не персики, а яблоки. Да я помню. Николай Владимирович, вы себе не представляете, какой у него был вид. Красные уши, порванные штаны, а в зубах зеленое яблоко. Такой натюрморт. Натюрморт. Ты бы на себя посмотрел, когда бежал от сторожа. Волосы от ужаса, дыбом на голове. Такой пейзаж. Что я слышу? Пейзаж. Натюрморт. Друзья мои, по-моему, урок пошел вам на пользу. И думаю, мы еще лучше станем разбираться в живописи, если споем вместе эту песенку. Если видишь на картине нарисована река, Или ель и белый иней, или сад и облака, Или снежная равнина, или поле и шалаш, Обязательно картина называется пейзаж. Если видишь на картине чашку кофе на столе, Или морс в большом графине, Или розу в хрустале, Или бронзовую вазу, Или грушу, Или торт, Или все предметы сразу, Знай, что это натюрморт. Если видишь, что с картины смотрит кто-нибудь на нас, Или принц в плаще старином, Или в роли верхолаз, Летчик или балерина, Или Коля мой сосед, Обязательно картина называется портрет. Веселый урок окончен. Ну что ж, друзья, нам остается только сказать несколько слов о тех, Кто подготовил сегодняшнюю передачу. Вернее, не сказать, а спеть. Елочки, сосеночки, зеленые, колючие, А зимние каникулы веселые, бевучие. Кто всю нашу передачу тянет словно трактором, Кто Елена Лебедева трудится редактором, Как всегда, радио-няню ведет Радио-москвич, Это радио-волшебник Николай Владимирович. Без помощников любимых Я буквально как без рук Все их знают Лев Шемелов, Александр Левенбук. Мы еще не объявляли Извините до сих пор, Что сапожникова Таня Передача режиссер. Чтоб во время передачи Никто не соскучился, Ее автор Ефим Смолин Целый месяц мучился. Вот и все. С Новым Годом, ребята! С Новым Годом! И до новых встреч!